МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В аварийном жилье не оставлять ответственность за переселение людей на главах муниципалитетов. Уже просто требовать и спрашивать за это конкретного руководителя. Есть ряд тем, которые, очевидно, находятся на контроле президента страны, правительства Ростовской области. Кадеты готовятся к сполоху. В летнем лагере Белокалитвинского района открылась казачья смена. Просто рисуешь рукой восьмерку. А потом просто по контуру ее работаешь. Поехали! Футбольный Ростов стартовал в футбольный космос, Лигу чемпионов. Первый полет победным не получился, но и поражением не закончился. Наши игроки дважды догоняли пытавшихся оторваться соперников. За три часа до начала исторического противостояния площадь перед стадионом Олимп-2 стала окрашиваться в желто-синие цвета. Счастливчики, которым удалось достать билет, приехали пораньше и терпеливо ждали разрешения на проход. Все болельщики в едином порыве уверены – наша команда победит. Мы верим в победу, мы надеемся, мы уверены, что мы должны пройти Андерлехт, должны пройти их и будем стараться на, мало ли там кто, Рома, Манчестер-Сити, будем бороться. Мы не хуже «Зенита» и «ЦСКА», мы точно знаем это. Но начало матча обескуражило даже самого отъявленного оптимиста. Первый же угловой оказывается результативным для Андерлехта. Софьян Хани посылает мяч точно в ближний угол. Первый хороший врус с блоком. Безусловно, наша ошибка, но надо отдать дух, надо хорошо исполнить угловой Андерлехта. Ростов тут же придавливает соперника к его воротам. Темная лошадка и для ростовских болельщиков, и для Андерлехта. Иранец Саид Эс-Заталахи. После штрафного в исполнении набоа забивает первый ростовский мяч в Лиге чемпионов. 1-1 в 15-й минуте. Мы не разобрались, наверное, при стандарте. Получили, попустили гол на первых же минутах. Но хорошо, что мы не расклеились и забили ответный гол достаточно быстро. И я считаю, мы еще забивали. Отыгравшись, ростов отдал инициативу, и до перерыва цифры на табло не изменились. В начале второго Андерлехт создает несколько опасных моментов. И юное дарование брюссельцев Юрия Тилиман с ювелирным ударом вновь выводит гостей вперед. Мы старались играть в быстрый футбол с первых минут. Установки играть на оборону не было. Я доволен, что наши футболисты показали такой результат. Этого мы будем придерживаться и в ответном матче. Как и до перерыва, Ростову потребовался гол соперника, чтобы начать давить. Курбан Бердыев меняет Бухарова на Азмуна. И ранец первым касанием мяча заставляет нервничать бельгийскую защиту. Не без его участия хозяева зарабатывают пенальти. И Полос хладнокровен. 2-2. Я думаю, что, безусловно, некоторые преимущества есть. Андерлехт. Но ничего невозможного нет. И мы с оптимизмом едем в Бельгию. Ростов прессинговал до конца, но победу так и не вырвал. Исход двухматчевого противостояния решится 3 августа в Брюсселе. Роман Саганов, Юрий Бабенко. На Дону. Первые лица на Дону. Василий Голубев провел расширенное заседание правительства с участием глав муниципалитетов. Основным стал вопрос о переселении людей из аварийного жилья. До сентября 2017 года предстоит решить жилищную проблему более 1300 человек. Задача выполнима, но в ряде городов есть сложности. Например, в Ростове, Новошахтинске и Шахтах. Губернатор призвал активнее взяться за работу и напомнил о персональной ответственности руководства городов и районов. Уже просто требовать и спрашивать за это конкретного руководителя. Есть ряд тем, которые очевидно находятся на контроле президента страны, правительства Ростовской области. Речь идет о тысячах пока людей, которые живут в плохих условиях. В повестке дня и строительство аэропорта вопросов по возведению объектов нет, волнует благоустройство. Губернатор предложил чиновникам высадить на территории комплекса по дереву, а зеленением планируют заняться осенью. Крупный тепличный комплекс начнут строить в Тарасовском районе 1 августа. Дачная усадьба – проект из губернаторской сотни стоимостью 5 миллиардов рублей. И Василий Голубев провел совещание по обеспечению его инженерной и транспортной инфраструктурой, а также подготовке кадров. Здесь будет создано 300 рабочих мест. Задача для всех – проект реализовать. Поэтому та часть, которая зависит от нас, мы должны сопровождать, решать. Вся необходимая техника уже на стройплощадке. Первые овощи в новых теплицах начнут сажать весной следующего года. Политика на Дону. Продолжается регистрация кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Сегодня для участия в дополнительных выборах территориальной избирательной комиссии Ленинского района Ростова зарегистрирован Александр Ищенко. Очень важно, чтобы в Кировском и Ленинском районах был свой представитель в Законодательном собрании Ростовской области. Поскольку центр – это огромное количество проблем, которые нужно решать. И не только к предстоящему чемпионату мира 2018 года, но уже нужно думать и о будущем. Дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области 5-го созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу номер 28 состоятся у нас в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Срок подачи документов для регистрации истекает вечером 5-го августа. Избирательная комиссия примет решение в течение 10 дней, так что уже 14-го августа станет известен весь список кандидатов. Ростов-на-Дону. Что может объединить разных по возрасту, национальности и вере людей? Точки соприкосновения намерены найти организаторы нового центра общественной дипломатии, открывшегося в Донской столице. Представители более 150 национальностей живут на Дону. В общественном секторе действуют сотни объединений, но каждая, как правило, варится в собственном соку. Объединяет людей место проживания, учебы, работы. Что еще? Нужно объединять, нужно показывать, рассказывать на разных примерах, на примере спорта, на примере искусства, музыки, что нет национальности, есть порядочные человеки, есть люди, которые хотят достигать определенных целей и что нужно в этом делать. Межрегиональная общественная организация в рамках народной дипломатии намерена выйти и на международные контакты, а пока планирует первые областные мероприятия. Это турнир по мини-футболу среди землячест и общин Дона, а также общественных организаций. Второе, мы хотели бы организовать КВН. Гуманитарный аспект, общечеловеческие ценности должны способствовать укреплению мира и спокойствия, где бы то ни было. Эти цели и намерена проводить в жизнь новая организация. Татьяна Бочарова, Александр Чалый, на Дону. 800 рабочих мест и налоги на 120 миллионов рублей в год даст Ростову вторая очередь «Мегамага» на левом берегу Дона. Достроить и открыть трехэтажный корпус планируется в начале следующего года, рассказал агент-директор торгово-развлекательного центра городскому совету по инвестициям. Этот проект входит в губернаторскую сотню. По просьбе инвестора, грандоначальник поручил увеличить количество общественного транспорта. На сегодняшний день развязки уже вы видели, тех, кто обращает внимание, строятся. И к моменту запуска уже будут выстроены несколько развязок, две, по-моему. К этому сроку будут введены автобусы, маршрутки. Также в числе крупных инвестпроектов развитие и благоустройство левобережной зоны и грибного канала. И строительство автоматизированной котельной для стадиона Ростов-Арена. Ровно 175 лет назад на дуэли погиб Михаил Лермонтов. Первый памятник ему появился в конце 19 века в Пятигорске на месте гибели. Поэт сидит на уступе скалы и в раздумье смотрит на горы Кавказа. Свободно распахнут тесные офицерские сюрту, книга упала к ногам. С тех пор памятники Лермонтову устанавливали практически в каждом российском городе. А где у нас? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Либо там, либо в следующем дворе. Выглядит, точно не могу сказать, как выглядит. Вроде в виде вот такой вот статуи. Возможно, на Пушкинской, где установлен, по-моему, ближе к крепостному. Я не местный, даже не догадываюсь. Наверное, на улице Лермонтова. Ну, честно, не могу согласиться. На набережной, в районе, ближе к следово. Не в полный рост, вот так. Это нач родной, любимый памятник. Мы сидим и любуемся на нем. Скамейки, скверик Лермонтова называется. Действительно, памятник стоит в сквере Лермонтова. Открыт в 2007 году ко дню города. Хотя изготовлен был еще в 70-х и все это время пролежал на складе завода. Директор предприятия смог его сохранить, продать отказался. И сегодня бюст является украшением сквера. Вес памятника без малого тонна Лермонтов изображен в мундире с ипалетами поручика. Далее в повестке дня. Кадеты готовятся к сполоху. В летнем лагере Белокалитвинского района открылась казачья смена. Просто рисуешь рукой восьмерку. А потом просто по контуру ее работаешь. Без олимпийцев, зато с новичками. Гандбольный Ростов-Дон провел первую тренировку нового сезона. Я буду переживать за Катю на Олимпийских играх, да и за всех наших девчонок. Надеюсь, что турнир сложится удачно и они вернутся довольны результатом. В летнем лагере Ласточка Белокалитвинского района открылась ежегодная казачья смена. Кадет здесь готовят к участию в военно-спортивной игре казачий сполох. Денису Сидорову в кадетском корпусе поначалу было сложно. Оказался самым младшим в группе и самым слабым. Физической подготовки никакой. Не раз хотел все бросить и уйти, но потом взял себя в руки и занялся самоподготовкой. Вечерами я выходил, бегал, то есть одевался, включал музыку, наушники и бегал, то есть для себя старался. Просто рисуешь рукой восьмерку, а потом просто по контуру ее работаешь. На этом моменте, когда перекресток идет, можно добавлять проворот вперед. Начинающие работают с учебной шашкой. Лезвие у нее затоплено, но по весу тяжелее, чтобы потом рука с настоящей летала. Сейчас жарко и к форме требований меньше. А вообще, при фланкировке даже сапоги имеют значение. Если неправильно выполняешь элемент, можно задеть себя по ноге и повредить. Поэтому даже в сапогах можно было повредить себя. Сапоги нужны были с высоким голенищем, они более-менее смещали удар шашки. Прежде чем стрелять из винтовки, выполняет упражнение вылежка. В полной боевой готовности лежат, целятся 15 минут. И так несколько подходов. И тут своя техника. Опираться надо на пять точек. Плотно прижимается к плечу. Сводятся линии мушки и целика. И лежим, целимся. И только через неделю такой лежке новичку разрешают сделать первый выстрел. У нас не просто дети здесь отдыхают, а именно знакомятся с так называемым казачьим компонентом. То есть с традициями военно-патриотического православного воспитания, казачьей истории. Полоса препятствий бойца казачьего сполоха – взять барьер, пробежать змейкой, выпутаться из веревочной паутины, бросить гранату. В общем, условия отдыха кадет максимально приближены к боевым. Олеся Слынько, Андрей Токарев. На Дону. На Дон возвращается жара, а коммунальщики вовсю готовятся к холодам. На совещании по подготовке к зиме замгубернатора призвал работников ЖКХ не рассчитывать на теплую, как в прошлом году, зиму. Чтобы встретить ее в полном вооружении, нужно установить общедомовые приборы учета тепла во всех многоэтажках и заготовить достаточно топлива. Сегодня можно сказать, что в принципе все идет в тех сроках, которые определены нашими мероприятиями. 1 октября – это последний срок, когда все должны получить паспорта готовности к зимнему периоду. Михаил Чернышев отметил, что этот паспорт получить непросто. Муниципалитет должен пройти множество проверок. За два месяца в Ростовской области поймали почти 3000 браконьеров и изъяли у них больше сотни тонн рыбы, раков, красной и черной икры. А это 10 камазов. Рыбохозяйственный совет подвел итоги двухмесячника по охране нереста рыб. Он продолжался с 1 апреля до начала лета. Проводились совместные рейды. Они проводились как на воде, точно так и на рынках. Азово-Черноморское территориальное управление. Правда, не первый раз, а привлекли в очередной раз рыбинспекцию с других регионов. В усиленном режиме отработали природоохрана и правоохранители, общественные организации и казачьи дружины. Житель Зимовников завоевал титул самого сильного негорожанина России. Роман Шевченко стал чемпионом всероссийских спортивных сельских игр по армрестлингу. Далее другие сообщения с мест. В Красносулинском районе ремонтируют несколько участков дорог. Газпром перевозил тяжелую спецтехнику для строительства магистрали и частично повредил асфальт по пути. Признав вину, компания выделила средства на ремонт. На сегодняшний день ремонт производится по направлению башковского сельского поселения. Подрядчики разные, работу выполняют качественно. Дорожники тщательно следят за качеством работы, проверяют состав асфальта и его толщину. Анализ показал – все в норме. Асфальт, как мы видим, качественно положен. И надеемся, он прослужит нам еще очень долго. В Новочеркасске открыли центр грудничкового плавания «Аквапупсики». Опытные специалисты готовы учить малышей от двух месяцев. В бассейне находится тренер, ребенок. Мама может находиться рядом, либо сидеть в фоле, смотреть по монитору, как проходит занятие. Два, три. Плывем. Толкайся. Каждому ребенку обещают подобрать индивидуальную программу. В Сальске готовятся к закрытию пришкольного лагеря школы номер 80, поселка Конезавод имени Буденова. У нас экскурсии по почте были, по больнице, концерты были. Сценки мы играем. Тут прикольно. Каждый день здесь начинается с зарядки. Два повара с половины седьмого утра готовят завтраки и обеды. Все продукты для школьной столовой привозят из Сальска. Мы их подкармливаем, как хороших поросяток. Сегодня же у нас будет супчик, мясо тушеное будет, курица, пюре будет, сладости, компот из свежих фруктов. Каждый день дети показывают свои таланты на различных мероприятиях. Лучшие номера за сезон покажут на закрытии лагеря 3 августа. А пока полным ходом репетируют. Сотрудники Донского Минспорта готовы к труду и обороне. И докажут это. Сдадут нормативы, заявил министр спорта на коллегии по решению проблем системы ГТО и доступной среды в спортивных учреждениях. Важнейшая задача сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли заниматься спортом. У нас начатая уже и адаптация, я сказал, в Таганроге мы уже адаптировали, в Тацинском районе в этом году будет. У нас идет оснащение оборудованием специально для инвалидов, большого количества учреждений. Некоторые спортивные сооружения будут оборудованы только для слабовидящих и слабослышащих людей. А вот новые спортобъекты должны быть построены удобно для всех инвалидов. Спорт на Дону. Гондвалистки Ростов-Дона вышли из отпуска. 9 августа вице-чемпионки России отправятся на международный турнир в Словакию. А пока трудятся в усеченном составе, без участниц Олимпиады. Из основной обоймы прошлого сезона пока лишь пять девушек. Елена Слевинская, Регина Шемкути, Александра Степанова, Виктория Борщенко и Юлия Моногарова. К партнерам начинает привыкать землячка Яна Лесли, Лотте Григель. Датчанка будет работать на позиции разыгрывающего наравне с Екатериной Ильиной. Я буду переживать за Катю на Олимпийских играх, да и за всех наших девчонок. Надеюсь, что турнир сложится удачно и они вернутся довольны результатом. В ближайшие дни к команде присоединятся Ольга Черноиваненко и Ксения Макеева, которых Евгений Трифилов не внес в заявку на Олимпийские игры. Также из расположения сборной России только молодежной вернется Наталья Никитина, серебряный призер недавнего чемпионата мира. А пока Ян Лесли взял под свое крыло пятерых игроков дубля. Из аренды в Кубани вернулись Екатерина Артамонова и вратарь Мария Басараб. Возможно, хотя бы одной из них удача улыбнется и удастся закрепиться в команде. Сегодня только второй день тренировочный, но я думаю, что на этой неделе будут разговоры, и мы обсудим дальнейшее наше положение, что он от нас хочет закрепить здесь, или может быть еще что-то другое. Как бы услышим его пожелания и требования, будут разговоры, дальше все будет видно. После турнира в Словакии команда отправится на недельный сбор в Краснодар. А собраться полным составом удастся где-то 23 августа. И уже точно известно, что новый сезон в форме Ростов-Дона начнет бразильянка Анна Паула Родригес. В последней Лиге чемпионов полусредняя Бухареста забросила в ворота своего будущего клуба 10 мячей. А всего реализовала 64 броска и выиграла главный турнир Старого Света. Лев Клинов, Юрий Санкин. На Дону. Завтра на Дону прием граждан по личным вопросам в областном правительстве. На сегодня это все новости. В студии была Галина Горлова. До встречи на Дону. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова